До 45 вызовов в сутки в среднем приходится на одного терапевта городской поликлиники. Врачи и фельдшеры работают буквально на износ. Ведь помимо осмотра пациентов на дому, никто не отметил амбулаторные приемы. Со следующей недели в медицинских учреждениях будет сформирована отдельная бригада, которая будет заниматься только коронавирусными больными. А пока на все вызовы отправляются участковые терапевты. Тему продолжит Алина Ваучейская. 15 минут и Лейсан Иксанова уже спешит на следующий вызов, который по счету за месяц терапевт не знает. Считать времени нет. Из-за сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа и пандемии коронавируса врачи работают чуть ли не по 12 часов в сутки. Очень большая нагрузка была в эти последние 2-3 недели. Вызовов очень много, в том числе с ОРВИ-заболеваниями, с остальными обестрениями хронических заболеваний. Люди относятся с пониманием, что нагрузка идет на врачей большая. Бывает, что я не успеваю приехать, но я приезжаю на следующий день. Я обзваниваю, предупреждаю сразу, что я приеду к вам на следующий день. Чтобы люди не беспокоились, к ним врач придет, их врач обслуживает. С каждым днем заболевших становится все больше. Максимальное количество вызовов было зафиксировано на прошлой неделе. 249 за сутки. Пациенты распределяются по территориальному принципу. И если учесть, что в поликлинике 6 участков, на каждого врача в среднем приходится по 40 амбулаторных пациентов и 40 вызовов на дом в день. К пациентам терапевты выезжают на автомобилях, представленных службой материально-технического обеспечения. Транспорт был выделен по поручению губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного. Еще одна тенденция, которую заметили врачи, с увеличением количества заболевших коронавирусом стало поступать намного больше вызовов, когда пациенты, потерявшие, например, обоняние, но при этом чувствующие себя хорошо, требуют, чтобы врач приехал к ним в сию же минуту. Если у человека высокая температура, есть какая-то одышка, то к такому человеку поедут в первую очередь. Если у человека просто отсутствие обоняния, к нему могут приехать позже. Вызовы порой у нас обслуживаются допоздна. И сразу говорю, что отсутствие обоняния, это не значит, что в тот же день наберут мазок на ПЦР. Очень много жалоб поступает и на то, что пациентов, у которых диагностировали коронавирус, не госпитализируют в больницу. Медики поясняют, Степень тяжести заболевания оценивается врачом по прибытии на вызов. И если специалист делает заключение, что пациент переносит ковид в легкой форме, его оставят на амбулаторном лечении. Анна Цулюпа – одна из тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, получает лечение дома. Девушка говорит, симптомы лишь немного отличались от обычного ОРВИ. Сначала у меня просто поднялась температура, я буквально один день полежала с температурой, потом пропал, на третий, на четвертый день пропал запах обоняния. Я находилась дома, ну, как сказать, лечилась. Лечения никакого особо не было, я пила грудные сборы, таблеточки с анисового масла, чтобы отхаркивался кашем. И все, в принципе. Две недели просидели дома, и на второй тест показал отрицательный, и нас отпустили на работу. Сейчас Анна чувствует себя хорошо. Так что поводов для излишней паники нет. Если поддерживать иммунитет, вести здоровый образ жизни и соблюдать меры профилактики, даже если вы заболеете коронавирусной инфекцией, вероятнее всего она пройдет у вас либо бессимптомно, либо в легкой форме. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».